Военный суд арестовал на два месяца главного связиста генштаба Халила Арсланова, обвиняя в ухищении более 6,5 миллиардов рублей при поставках в армию рации. Сам он вину не признает на этом фоне фигурант, делал полковник Минобороны Павел Кутахов, расторг сделку со следствием, заявив, что оговорил себя и Арсланова. Гарнизоны военный суд арестовал до 7 апреля замначальника генштаба Халила Арсланова, обвиняя в ухищении более 6,5 миллиардов рублей, выделенных на поставку армии рации. Свою вину генерал не признал, назвав дело фальсификации. Подробности у корреспондента Бизнес.ФМ Марии Локотецкой. Само заседание продлилось приблизительно 2 часа. В ходе него следователь утверждал, что обвиняемый нарушил ранее избранное ему миропресечение подскок не выйдет, предприняв попытки противодействия расследования. Он говорил о том, что Арсланов давит на свидетелей, а также на других фигурантах уголовного дела, склоняя их к даче несоответствующих действительности показаний и к изменению показаний в его пользу. Сам генерал ответил обвинение в свой адрес, а также факты давления на других фигурантов и подчиненных. Он назвал обвинение в свой адрес надуманным, сфальсифицированным. По его мнению, оно направлено на дискредитацию его служебной деятельности и в его лице высшего руководства Министерства обороны. Он подробно коснулся обвинения. В частности, он рассказал, что ему интерминируют завышение цены на поставку для войск радиостанций. При этом следствие обосновывает обвинение тем, что их стоимость по контракту якобы была выше рыночной. Но, как указал Арсланов, рынка этих радиостанций не существует. Производит их лишь одно предприятие-разработчик, у которого попросту нет конкурентов. Примерно 40 минут судья находился в совещательной комнате, а выйдя оттуда, пришел к выводу, что все доводы следствия обоснованы. И обвиняемый нарушил ранее избранную подписку о невыезде. Своим решением он поместил его в СИЗО Лефуртово. Мария Локотецкая. По делу Арсланова проходит также бывший глава военностелекома Александр Давыдов, его зам и советник, офицера Павел Кутахов и Александр Оглублин. Все они ранее признали вину махинации, в том числе при закупке средств связи, дав показания на замначальника генштаба. Позже Кутахов и Оглублин заявили, что оговорили Арсланова. В пятницу Кутахов в расторг сделку со следствием сын Халила Арсланова, Арслан, в ходе заседания военного суда, с трудом сдерживал эмоции. Следствие не предоставило каких-либо весомых доказательств его вины, а из средств массовой информации мы видим, что те якобы участники якобы совершенного преступления отказались от своих показаний, заявляя о беспрецедентном давлении органов следствия и ФСБ для дачи ими подобных показаний. Более того, органы следствия не знакомят защиту с материалами уголовного дела, скрывают адвокатов, в частности заключение специалиста, на основе которого было возбуждено уголовное дело. В ходе полномасштабной операции органов следствия по проведению обыска в октябре 2019 года не было обнаружено не то, что каких-то миллиардов, а даже миллионов. Я родился в семье капитана войск связи, прошедшего путь от курсанта училища войск связи до командующего войсками связи. Переезжал 8 раз вместе с ним от Владикавказа до Забайкальского края и поменял при этом 7 школ. Неоднократно я видел, как мой отец уезжает в служебные командировки на выполнение боевых задач, в том числе на освобождение заложников школы в Беслане. И неделями от него не было никакой информации. В период, когда я находился у командировки в Сиде, весь его путь проходил на моих глазах, как он служит своей родине, жертвуя интересами своей семьи, поскольку служба у него всегда была на первом месте. Арслан Арсланов в рамках уголовного дела суд арестовал недвижимость и земельные участки. Халила Арсланова и его детей в Подмосковье, а также московскую квартиру сына. Стоимость активов не уточняется. Защита главного связиста генштаба обжалует его арест. Продолжение следует...